Сегодня мы продолжим результаты, которые получены в исследовании Шинона. Рассмотрим, тогда мы, пожалуй, назовем эту лекцию следующим образом. Функция ненадежности ключа. Функция ненадежности. Расстояние единственности и принципы Шинона. То есть рассмотрим вот эти вопросы. И давайте теперь вспомним модель Шинона. Модель Шинона криптосистемы. Модель Шинона. То есть это у нас пятерка таких множеств. Множество открытых текстов, множество или пространство ключей, пространство криптограмм. Множество всех алгоритмов шифрования. Множество всех алгоритмов расшифрования. Ну и причем шифр – это у нас отображение. Декартовое произведение. Пространство сообщений и на пространство ключей. Множество криптограмм. Ну, такое что? Ну, а именно для любого МК, если мы зашифруем, это у нас алгоритмы шифрования, М на ключе К, а затем применим соответствующий алгоритм расшифрования на ключе К, то всегда получим М – однозначность расшифрования. Ну и на множестве задано вероятностное распределение. Задано вероятностное распределение. И это вероятностное распределение помогает и дает возможность нам найти распределение на всех других необходимых на множество. Это делалось в предыдущей лекции. Теперь давайте мы посмотрим в совершенно секретной системе. В совершенно секретной системе, которая была определением в прошлой лекции системе по Шинону. Энтропия открытых текстов по отношению криптограммов всегда равняется энтропии открытых текстов. Ну и то есть, вообще говоря, она достигает максимума. То есть, в принципе, так как энтропия у нас вообще условная, всегда у нас будет меньше или равняется, ну, больше или равняется нуля, но меньше или равняется энтропии безусловной, то в совершенно секретной системе энтропия достигает максимально возможного значения. То есть энтропии, априорной энтропии на открытых текстах. Вот. Ну и если рассматривать условную энтропию, условную энтропию вообще в целом, ну, то есть она по определению сумм по всем К, по всем С, значит, вероятность совместная, К, С, где это конкретно эти криптограмма, ключ, минус и логарифм условной вероятности, вероятности, то есть, простите, тут по М, С, по М, С, по М, С, вероятности, соответственно, М при условии С, при условии С. Ну, или это можно определить, как, соответственно, сумма, здесь условная вероятность имеется в виду всего множества, как сумма по всем, усреднение по всем М вероятности М и на энтропию М при условии С. Здесь у нас по всем, простите, по всем, по всем С, по всем С, по всем С. Вот, где у нас здесь идет конкретная уже криптограмма. Вот, ну, и вот это выражение можно определить, как это ненадежность открытого текста, ненадежность открытого текста, открытого текста при шифрованном тексте, при заданном шифрованном тексте. Что касается теперь, ну, и мы видим, что если система совершенно секретна, то эта энтропия достигает максимального значения, вот H от M. Давайте посмотрим теперь, что является для совершенной секретной системы ненадежность по отношению к шифрованному тексту ключа. Вот. Определение 1. Ненадежностью ненадежностью секретного ключа называется Условная энтропия. Условная энтропия. Ну, и она может быть, соответственно, вот в таком же виде записана, что это будет как ну, во-первых, минус КС на логарифм условной вероятности вероятность К при условии С. Ну, и сумма по всем, соответственно, К и С. К и С. Ну, или в таком виде она для нас будет, пожалуй, более удобна. Условная будет равняться как сумма по всем шифрованным текстам, по всем С на условную энтропию энтропию К при условии вот конкретной криптограммы. Условная, то есть ненадежностью называется такая величина. Так, здесь одна еще скобочка. Надежностью такая величина. Ну, и надо, давайте посмотрим, как может вести себя ненадежность ключа в зависимости от того, какой же шифр у нас будет. Есть ли у нас система совершенно секретная? Вот, рассмотрим пример шифра Вернан. Пусть для совершенно секретной системы. Для совершенно секретной системы. Совершенно секретной криптосистемы. Ну, давайте это мы отметим как один криптосистемы. Как ведет себя, соответственно, ненадежность ключа. Ну, вот, шифр Вернана. Ну, если рассмотреть его в более общем случае, то открытый текст, может быть, любой текст в произвольном алфавите и Х2 Х2 Н Ключ совершенно случайный, выбирается из этого же алфавита К Н Ну, и КСОР по модулю Н берется, да? И получаем шифр текст. Шифр текст Y1 Y2 YN Где X И К Ж Y Л Они принадлежат алфавиту из М символов. Из М символов. И, соответственно, суммирование по модулю М происходит. Это шифр Вернана. Ну, мы в частном случае в 2 когда М равняется 2 более подробно его рассматривали. Соответственно, ключ К выбирается совершенно случайный. К выбирается совершенно случайно. Ну, соответственно, давайте посмотрим теперь. Есть ли у нас есть шифр текст? Шифр текст. Если имеется шифр текст, имеется шифр текст, то распределение, условное распределение на ключах определяется распределением на открытых текстах. То есть, шифр текст фиксирован, задан. Поэтому для каждого открытого текста мы определяем однозначно ключ. И этот ключ, вероятно, всего, будет равна вероятности заданного открытого текста. Если имеется открытый шифр текст, то распределение, условное распределение, условное распределение открытых текстов, условное распределение ключей при заданной криптограмме она будет просто совпадать с распределением на открытых текстах. Ну, конечно, оно будет в разном порядке. И лучше сказать так, вот множество вот этих распределений для всех к принадлежащих множеству ключей, вот, это будет то же самое множество, как множество вероятностей на открытых текстах. Ну, и м принадлежит всех м. То есть, здесь они совпадают. и, соответственно, отсюда следует, что для совершенно секретной системы, для совершенно секретной криптосистемы, вот на этом примере, энтропия условная, если мы усредним теперь по всем, значит, криптограммам, то энтропия условная будет совпадать с энтропией безусловной, априорной, на множестве открытых текстов для совершенно секретной системы. Вот. Как она ведет себя в общем случае? в общем случае? В общем случае? Давайте посмотрим и сформулируем это как утверждение 1. Утверждение 1. Если в криптосистеме сигма ключи выбираются независимо, от открытых текстов, независимо от открытых текстов, то есть, соответственно, вероятность m k равняется просто вероятность m на вероятность k для любых mk. И что мы знаем, что это практически в большинстве систем именно это место именно это условие соблюдается, то выполняется условная энтропия ключей при условии криптограмм будет равна энтропия открытого текста плюс энтропия ключа и минус энтропия криптограмма. криптограмма криптограмма максимальная максимальная в совершенно секретной системе она там всегда будет равна в данном случае будет m степени n то они будут совпадать энтропия ключа энтропия криптограмма и дадут как раз что условная энтропия будет равна так равня энтропии m как в совершенно секретной системе а в общем случае она конечно будет меньше чем m как естественно следует из общего соотношения вот давайте рассмотрим как это можно доказать доказательства криптограмма Мы воспользуемся теми формулами, которые мы рассматривали как основные понятия математической теории информации. А именно H, рассмотрим, H, M, K, C, энтропию, ее можно разбить, согласно этим формулам, на две части. Ну, энтропия, скажем, энтропия K, C, и плюс условная энтропия M при условии K, C. Ну, то есть, и плюс условная совместная энтропия, она вот энтропия самой, плюс условная энтропия, ну, согласно тем, скажем, тем же диаграммам Вена, это будет все это совместно, если это обозначить, соответственно, K, C, одно множество, а это M, ну, то вот энтропия общая будет равна энтропии K, C и плюс, соответственно, энтропия M при условии K, C. Ну, и с другой стороны, также мы можем записать, что энтропия M, K, C, она будет равна. Давайте теперь, наоборот, возьмем энтропия K, K, M, и плюс, соответственно, будет энтропия C при условии K, M, K, M. Вот, ну, что отсюда следует? Так как у нас, соответственно, имеет место однозначность расшифрования, то это у нас равняется нулю. Ну, и так как у нас для каждого открытого текста и ключа будет единственная криптограмма, то неопределенность в этом случае тоже равняется нулю. Ну, откуда следует, что, соответственно, мы просуммируем эти два, не просуммируем, а вычтим два соотношения, и получим тогда энтропия K, тут, C, энтропия K, C, минус, энтропия K, M равняется нулю, или мы можем написать равенство, равенство равняется K, M. Ну, и дальше, и дальше, и дальше. Ну, так как у нас ключи равновероятны. Ну, дальше отсюда следует, что? Ну, во-первых, мы расписываем, опять же, эту энтропию согласно этого общего правила для условной энтропии. Значит, энтропия K, C совместная, ну, она будет равна энтропии C, ну, и плюс, опять же, условную энтропию K при условии C. Ну, а энтропия M, энтропия KM, так как они независимо в ключе выбираются, это будет энтропия K и плюс энтропия M. Ну, и в результате, приравнивая эти два выражения, мы, собственно, и сразу же получим ответ. Приравнивая, мы имеем, что они равны, значит, равны и правые части будут равны. Вот, ну, и отсюда сразу же следует, что условная энтропия H при условии C, ну, равна HK плюс H от M, ну, и минус H от C. Вот, то есть, ну, и в целом, значит, получается, что у нас энтропия может быть разной, ну, в зависимости от того, какова же энтропия C в результате. Какова энтропия C? Ну, Шенон, это понятие, как ненадежность ключа, решил уточнить. Уточнить, как ведет себя вот эта ненадежность ключа, если у нас криптограмма разной, только разной длины растет. Вот пусть, пусть, соответственно, открытые шифрованные тексти, открытые шифрованные тексти, заданные в одном алфавите, Заданы в одном алфавите из М-бук и имеют одинаковую длину. И имеют одинаковую длину Н. Ну, обозначим. С – это подмножество всех криптограмм. С – это подмножество всех шифр текстов длины М. Естественно, на этом подмножестве будет задано вероятностное распределение. То есть при условии, если мы это подмножество фиксируем, на множестве индуцируется вероятностное распределение. В соответствии с распределением на множестве всех криптограмм. Распределением на множество всех криптограмм индуцируется вероятностное распределение. Шинон ввел такое понятие, как функция ненадежности. Где, собственно, сама ненадежность ключа уже будет как некоторая величина, которая зависит от длины криптограмм. От длины криптограммы. Давайте посмотрим определение. Криптограмм индуцируется вероятностное распределение. Криптосистеме Sigma называется. Которая будет равна, соответственно, Если мы возьмем второе определение, которое нам более подходит, будет, соответственно, по всем С, принадлежащим, СН, вероятность С и энтропия условная. Энтропия ключа при условии вот этой конкретной криптограммы, принадлежащей СН. Ну где, соответственно, С, у нас будет криптограмма, состоящая из Н-символов. С1, С2, СН. То есть, можно было бы, где это шифр в текст, ну, из Н-символов. Символ. То есть, можно было бы записать следующим образом. Ну, таким образом. Так, и, да, простите, еще, значит, эта функция называется F от N. Эта функция у нас будет зависеть от Н. То есть, таким образом, F от N, вот функция вводится такая, которая зависит от Н. F от N можно было бы определить как, соответственно, сумма по всем вот С равным С1, С2 и так далее, СН. Вот, ну, и С, принадлежащим, СН тут выбираются все. Вероятность как раз вот этого С1, СН вектора. Ну, и на условную энтропию. Энтропию ключа при условии, вот так запишем просто С1, С2, СН. То есть, можно трактовать это так. Это энтропия при условии, что мы перехватили криптограмму С1, СН. Но здесь есть еще усреднение по всем криптограммам заданной длины. По всем криптограммам заданной длины. То есть, в определении Шинона, вот эта вот функция, соответственно, называется как раз функцией неопределенности ключа. Как она ведет себя при увеличении N? Ну, очевидно, что? Очевидно. F от N неубывающая функция. Неубывающая функция. Ну, то есть, то есть, при при N1 меньше N2, вот F от N1 у нас будет больше или равняется F от N2. то есть, она неубывающая. И это понятно, поскольку, чем длиннее криптограмма увеличивается по длине, то, соответственно, добавляется дополнительная информация. Дополнительная информация у нас может только неопределенность уменьшить. Вот дополнительная информация для анализа криптосистемы с помощью этой криптограммы. То есть, если добавится еще один знак, то не уменьшится, не увеличится неопределенность. Она может либо остаться такой же, либо уменьшится. Ну, и вот в тех случаях, когда эта функция у нас все время будет бывать и бывать, и в конце концов обратиться в 0, то после этого она уже, естественно, будет при больших N постоянно принимать значение 0. Ну, и Шинон определил, когда с помощью этой функции ненадежности ключа, следующее понятие. Определение 3. Расстоянием единственности. Расстоянием единственности криптосистемы. Сигма, которая моделью задана Шинона, ну, ее обычно следовало бы называть шифром, потому что здесь рассматривается только математическая часть криптосистемы. Расстоянием единственности криптосистемы сигма называется минимум. Соответственно, тех N, для которых F от N равняется 0. То есть, ну, для конкретных криптосистем, действительно, это, ну, для криптосистем, которые, так скажем, имеют конечные пространства ключей, эта функция рано или поздно обратится в 0. И после этого она все время останется 0. Уже дополнительные знаки криптосистемы у нас не дадут новой слишком информации. Ну, а, и вот это минимальное число из тех, при которых эта функция равняется 0, и называется расстоянием единственности. Расстоянием единственности. Ну, и Шинон его обычно обозначает U. Вот. Ну, расстоянием единственности называется криптосистема. Вот такая величина. Такая величина. Ну, естественно, она... Может случиться, что эта функция никогда не обратится в 0. Но это, понятно, будет только для систем, которые бесконечный ключ имеют. А может случиться, что это будет очень большое расстояние. Ну, как мы увидим дальше, то для современных шифров, даже стандартов, вот, то есть очень стойких шифров, это, в общем, расстояние не очень большое. А что оно значит практически? Если функция ненадежности ключа обратилась в 0, это у нас означает, что условная энтропия ключа равняется 0. Это, с точки зрения теории информации, означает, что в криптограмме содержится достаточно информации, чтобы однозначно определить ключ. То есть, если функция ненадежности ключа равняется 0, то при этом n и при 2 больших n однозначно можно определить ключ. Ну, при этом, правда, конечно, надо сделать замечание, что это еще не значит, что практически это можно сделать из-за сложности вычислений. То есть, в принципе, это можно сделать, но и у всех современных, допустим, криптографических систем, которые вы дальше будете учить, стойких криптографических систем, расстояние единственности относительно небольшое, но взломать их нельзя, потому что, в принципе, вычислить это можно ключ, но для этого надо сделать такое число операций, которые на современных вычислительных устройствах, с помощью современных вычислительной техники реализовать за реальное время нельзя, но это понадобится миллиардов лет. Вот. То есть, это определение. Ну, теперь давайте мы посмотрим, как же Шинон с помощью своей модели... А вот, там не возрастающая. Да, действительно, не возрастающая, но не обязательно убывающая. Не возрастающая, исправьте, пожалуйста, не возрастающая функция.